Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о правилах прогулки с собакой зимой. Прогулка зимой может стать настоящей проблемой для собаки. Ее хозяина холод, химические реагенты и короткий световой день все это совсем не приносит удовольствия питомцу. Однако прогулки на улице являются необходимым занятием для собаки. И лающего друга нужно выгуливать и в снег, и в дождь, и в любую непогоду. Чтобы при этом питомец оставался в хорошем физическом и психологическом самочувствии, во время прогулки зимой следует придерживаться нескольких правил, каких сейчас расскажем. Если ваша собака плохо переносит холода, обязательно купите ей одежду для зимних прогулок. Особенно это касается короткошерстных и декоративных пород собак. Лающих, приспособленных к зиме, типа хаски или аляскинского маламута, одевать не нужно, и их шерсть отлично защищает от холодов. Однако, даже если у вас собака крупной породы с густой шерстью, следите за тем, чтобы она не переохлаждалась. Если вы заметили, что питомец трясется от холода, его нужно везти домой. Во время зимних прогулок избегайте дорог с реагентами. Эти вещества очень опасны для лап собаки. Они разъедают их и оставляют кровоточащие ранки. Более того, при попытке вылизать лапу, животное съедает реагент. Это может привести к тяжелому отравлению. Поэтому прогулку с собакой зимой желательно проводить на чистом снегу. Обратите внимание на выход из подъезда. Если дорожки обработаны реагентом, возьмите питомца на руки. Защищайте лапы собаки. Как уже говорилось ранее, реагенты могут быть опасны для питомца. Купите собаке специальную обувь или используйте специальные защитные средства для лап, которые можно приобрести в зоомагазине. Так ваш питомец не получит травмы при прогулке зимой. В прохладную погоду прогулки с питомцем должны быть активнее. Хорошо, если собака много бегает, гоняется за мячиком, выполняет апортировку. Вот так питомец не только не замерзнет на улице, но и потратит накопленную дома энергию. А это значит, что у него не останется сил на порчу мебели, обуви или обоев дома. После прогулки следует вымыть лапы собаки. Это необходимо делать каждый раз, даже если лапы кажутся вам чистыми. Иначе на них могут остаться вредные вещества или грязь, с которой животное может слезать. Будьте особенно внимательны во время прогулки с собакой по снегу и льду. Гулять с питомцем в гололед достаточно опасно, ведь животное может подскользнуться и упасть. Если вы выгуливаете собаку на поводке, сделайте его максимально коротким, чтобы у вас была возможность контролировать движение животного. Если вы спускаете собаку с поводка, предварительно убедитесь, что ничего не угрожает ей вблизи. Также будьте осторожны с сугробами. Под ними могут быть ямы или препятствия, из-за которых животное может пострадать. Теперь вы знаете, как выгуливать собаку зимой. Следуйте перечисленным правилам, и тогда ваш питомец будет наслаждаться прогулкой в холодное время года. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!